Дело развивалось следующим образом. Где-то в конце февраля, видимо, сразу после событий на Майдане, может быть, незадолго до них, по крайней мере, сразу после пеха Ставенковича, из колонии в Сибири вытянули такого Александра Малафеева, который уже был в то время безнадежно болен, у него был длительный срок, 23 года, и у него не было ни малейших шансов выйти на свободу. И его стали допрашивать, он с 3 марта дал показания о том, что он был участником вот этой самой украинской группы «Викинг», которая никогда не была в Чечне. «Викинг» назывался одним из отрядов украинских боевиков, которые действовали в Абхазии, на стороне грузин, в 92-м году. Вот Малафеев говорил о том, что была такая группа, ему явно подсказывали, что говорить. И по началу в его показаниях фамилии Карпюк просто не было. Была фамилия Музычка, была фамилия Ярош, была фамилия, как это не смешно, Янукович, и также оба брата Тегнебоки. Украинцам не надо объяснять, кто это такие. В общем, он говорил о том, что порядка 20 знакомых ему лично украинцев принимали участие в этих действиях в 94-м, 95-м годах. По всему видно, что выманивали и ждали, что в Россию приедет Ярош. То есть на него готовилось обвинение, на него готовилось уголовное дело. Ярош не приехал, вместо него 17 марта приехал Карпюк, которого тут же на границе административно задержали, якобы за то, что он вышел из машины в зоне контроля. И дали ему за это 15 суток. Уже на вторые сутки этих 15 суток он оказался в Весентуках. И там его задержали по подозрению в участии в банде. На тот момент еще никто не говорил ему, что он, возможно, убийца. Собственно, единственное, что они успели сделать за этот день, пока, когда помнили, что к ним не приехал Ярош, а приехал некий Карпюк, на который у них ничего нет, это Малафеев вспомнил в тот самый день, что, оказывается, был еще и такой. Дальше Малафеев стал полномерно давать показания уже на Карпюка. Уже ему отводилась роль заместителя Музычка вместо Яроша. Самого Карпюка в то время пытали. Там, если не то, как, ему угрожали. Он дал признательные показания, которые от него хотели, после чего он пропал на полтора года. И сейчас суд подошел к тому, что надо выносить переговор. А переговор можно выносить, только если не стекли сроки давности. А сроки давности у нас 15 лет. И то на обвинении лежит обязанность доказывать, что человек специально скрывался от следствия и суда. А Карпюк в то время не скрывался. Он жил у себя дома в Украине. Он женился, родил сына. Был осужден украинским судом, кстати говоря, на 2,5 года. И Россия все это время его не искала. То есть Россия даже не знала, что ей зачем-то нужен Карпюка, что он, возможно, когда-то, 20 лет назад, что-то такое совершил у него на территории. Что само по себе полностью исключает вопрос о том, можно и нельзя применять к Карпюку вот это положение. Можно и необходимо применять. С обвинением в бодетизме другой вопрос. Присяжные вынесли вердикт о том, что Карпюк прекратил участие в банде только с момента задержания. Это популярная формировка, которая позволяет следователям вообще избегать вопроса о том, когда кончилась давность. Вот когда они поймали человека, надели на наручнике, в тот момент он перестал быть членом банды. Как будто банда это что-то с членскими билетами, с обязательными взносами и с отметками в трудовой книжке. С этим тоже не все чисто, поскольку, вообще говоря, судья не имел права ставить присяжный вопрос такой формировки. Присяжные могут судить о фактах. Вот если присяжные ответили, что в период после 2000 года Карпюк, скажем, допустим, принимал участие в совещаниях по обсуждению деятельности банды. Или он принимал участие в каких-то акциях. И он делал что-то иное, он делал это. И в такой форме это отразил бы в вердикте. Да, была бы другая история. Сам по себе ответ присяжных на то, что Карпюк принимал участие в деятельности банды, им нельзя было ставить такой вопрос. Это суждение о праве. Это суждение о правовом вопросе. И я обратил на это внимание суда. Я прекрасно понимаю, что суд про это проигнорирует, сделать вид, что такого просто не было. Но вообще, говорит, это ошибка судей. Он не должен был перекладывать на присяжных свою работу. Он должен был разжевать вот это вот понятие участия в банде и сослаться на какой-то факт, который присяжным нужно было подтвердить или не подтвердить. Переложив на них эту работу, он тем самым лишился опоры. Он уже не может юридически утверждать, что участие в банде имело место, начиная вот с этого самого волшебного 2020 года, опираясь на вердикт присяжных. Потому что присяжные не имели права такого сказать, а судья не имеет права это услышать. Хотя я прекрасно понимаю, что по всем этим пунктам судья, скорее всего, предпочтет все это просто не заметить. Я жду приговор, с которого будет скинуто по году. Так обычно делают судьи. Чтобы показать, что они объективны, что они не во всем следуют логике обвинения, что они учитывают смещающие обстоятельства. Для Крепюка запросили 22,5 года, для Клыха 22. Но может быть по году, по 2 даже, учитывая, что это большой диапазон. Даже и по 3. Вполне могут скинуть. Никакой разницы нет абсолютно. Для нас важно то, что это не пожизненное. Поскольку, если бы это было пожизненное, понятно, что закон не позволяет, но мало ли чего не позволяет закон в этом деле. Если бы это пожизненное, нам было бы тяжелее. Нам было бы просто сложнее контролировать, что происходит с Крепюком и где он находится. Поскольку мы уже понимаем, что это будет в первые годы какой-то тюремный срок, это несколько проще. Это упрощает ситуацию с точки зрения доступа нашего, дипломатов. И есть все шансы, что, может быть, даже до конца этого года мы сможем Крепюка и Клыха просто путем дипломатических усилий вытащить из России. Продолжение следует...